Владельцы курортного бизнеса в Словении жалуются на снижение числа российских туристов. По данным директора местной сети отелей, в июле этого года россиян приехало на 20% меньше, чем в прошлом году. «С марта этого года мы наблюдаем уменьшение числа туристов из России. Это результат ослабления рубля и украинского кризиса, который сейчас только усугубляется. Без сомнения, оба этих фактора привели к снижению числа российских туристов. Но из нашего опыта более важной причиной стал именно кризис в Украине и рост напряжённости между Европейским Союзом и Россией». Словения входит в состав Евросоюза с 2004 года. Её береговая линия протяжённостью 46 километров уютно расположена между Италией и Хорватией. Такие города, как Порторош и Пиран, привлекают посетителей со всей Европы хорошими спа и грязями. В последние годы они стали популярны и среди россиян. Однако теперь ситуация снова меняется. Местные рестораны ценят россиян за их готовность тратить на отдыхе много денег. «Конечно, мы боимся санкций. Россияне – очень хорошие гости, они всегда приветствуются. И мы уверены, что санкции очень негативно скажутся на количестве их приездов и объёмах их расходов». Впрочем, сами туристы, которые приехали в этом году, говорят, что они по-прежнему будут отдыхать в Словении. «Я отдыхаю в Словении не первый раз. Уже несколько. Страна очень нравится. Нравится народ, нравятся отношения. И очень нравится лечение, которое здесь можно получить. Здесь великолепная грязь, термальные воды, климат. Всё очень хорошо, всё замечательно». Санкции со стороны Евросоюза могут вызвать в России рост инфляции и возможную рецессию. Однако туристы настроены оптимистично. «Ну, мы точно в Словению будем ездить, потому что у вас очень хорошая страна. Я думаю, никакие проблемы, которые есть сейчас, они не должны повлиять. Всё будет хорошо. Главное – это люди». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхающих Продолжение следует...